Привет! Это подкаст «Давайте проверим» совместный проект «Проверены медиа» и «Радио Сахаров». Здесь мы разоблачаем недостоверную информацию, рассказываем о том, как появляются фейки, и объясняем, как многое сегодня можно проверить самостоятельно. И это совсем не сложно. Сегодня вас, как всегда, ждут три истории. Мы разберемся, действительно ли в Польше к биографии Зеленского рекомендуют купить «Майнканф» и книгу о волынской резне. В России все лекарства будут продавать только по рецепту, а Ленин называл своих противников политическими проститутками. В августе этого года по соцсетям и телеграм-каналам стал расходиться скриншот якобы со страницы книжного магазина в Польше. На нем изображение книги об украинском президенте Владимире Зеленском, который написал польский журналист Войчих Рогачин. А рядом на той же странице рекомендации, что еще можно купить по теме. Среди этих рекомендаций книги про Бандеру и Гитлера. Авторы прокремлевских телеграм-каналов утверждают, что вместе с книгой про Зеленского покупателям рекомендуют купить «Майнканф». Учитывая исторический контекст Польши, мы решили проверить, действительно ли там проводят такие параллели, а заодно, правда ли, что в стране, которая пережила нацистскую оккупацию и Холокост, можно так просто купить книгу Адольфа Гитлера. Начнем с магазина. Скриншот опубликовали многочисленные телеграм-каналы с аудиторией в десятки и сотни тысяч подписчиков, но ни в одном из них не уточнили, из какого он магазина. Шапка сайта на картинке обрезана. Изучив элементы интерфейса, мы определили, что это магазин Танек Шонгшка, и, конечно, стали исследовать его сайт. Книга «Зеленские биография» там действительно продается, как и все остальные, что были на скриншоте. В том числе, представьте себе, нашлась там и книга со словами «Mein Kampf» на обложке. Только вот автор у нее не Гитлер, а польский историк и политолог Иугениуш Цезарий Круль. А полное название книги, если чуть внимательнее посмотреть на обложку, звучит так «Mein Kampf. Критическое издание». То есть эта книга не оригинальный текст Адольфа Гитлера, а только его исторический анализ. Готовя этот разбор, мы обнаружили, что еще два года назад на телеканале «Россия-24» рассказывали об этой книге в сюжете, который подавался так «В Польше нашли способ продавать запрещенную книгу «Mein Kampf». В общем, с Гитлером разобрались. Остается биография Зеленского и то, что к ней рекомендует докупить магазин». И тут мы сталкиваемся с уже классической картиной. Зачастую те, кто создает фейки, не сильно углубляются в грамматику незнакомого языка. Раздел с рекомендуемыми книгами на скриншоте, а заглавлен фразой «Вам может понравиться». И написана эта фраза с ошибкой. К тому же шрифтом, который не совпадает с другим текстом на сайте. А если вы попробуете положить книгу про Зеленского в корзину, то таких слов под ней вообще не будет. Вместо этого вы увидите раздел, который озаглавлен словами «Узнайте о других увлекательных знакомых и незнакомых фигурах». И действительно, рекомендации других книг. Только вот ни Гитлера, ни Бандеры среди них нет. Наконец, мы связались с администрацией магазина через соцсети и показали им картинку из телеграм-каналов. Сотрудники магазина уверенно заявили, что эта картинка фейк. И заодно указали на ошибку в тексте и подтвердили, что раздела «Вам может понравиться» на их сайте нет. Таким образом, перед нами очередной пример топорной пропаганды. И как вы видите на этом примере, разведчать фейк бывает очень просто. Иногда достаточно провести небольшое самостоятельное исследование или обратиться за подтверждением к ответственному лицу. И то, и другое можно сделать за считанные минуты, не выходя из дома. Российские интернет-пользователи активно обсуждают, что якобы из-за изменений в законах с 1 сентября в аптеках в России абсолютно все лекарства можно будет купить только прицепту врача. Об этом пишут СМИ, в том числе такие крупные, как «Московский комсомолец», «Новое известие» и «Урару». Региональные паблики сообщают об ажиотаже в аптеках. Например, телеграм-канал «Новости Брянска» рассказывает, что среди населения паника. Кто-то даже кинулся скупать препараты, забывая о существующих сроках годности. Судя по другим местным каналам, аналогичным образом ведут себя люди и на Камчатке, и в Краснодарском крае. Москва-ФМ цитирует мрачные прогнозы неназванного фармацевта из столичной аптеки. В аптеках будут не просто скандалы, будет нечто. Все мы это уже проходили в ковид, а здесь все уже сточится. То есть даже программа не даст пробить этот чек. Те, кто уже осведомлен, они скупали сегодня препараты на 10-20 тысяч рублей. Ну а пользователи соцсетей и блогов обсуждают, как жить дальше в таких условиях. Мы же решили разобраться в новых правилах и понять, как россияне будут покупать лекарства после 1 сентября, когда вступят в силу изменения в правилах продажи препаратов по рецепту. Вопреки опасениям интернет-пользователей, регулированию, как это было и раньше, будут подлежать только рецептурные препараты, а не все, как писали в некоторых СМИ, соцсетях и рассылках в мессенджерах. Более того, из всего объема рецептурных препаратов изменения коснутся только трех групп лекарств. Первая группа – препараты, подлежащие предметно-количественному учету. Их полный список зафиксирован приказом Минздрава России. Например, туда входят кодеин, кокаин, морфин, кетамин, оксикодон, эфедрин и другие. Вторая группа – это медикаменты, которые отпускают по рецепту дистанционным способом. И, наконец, в третью группу входит лекарство, чью стоимость полностью или частично компенсирует государство. При отпуске препаратов из этих групп аптека будет обязана предоставить в систему мониторинга реквизиты рецепта, то есть его номер, сирию и дату выдачи. Впрочем, аптеки собирали такие сведения о рецепте и сдавали по ним отчетность и до введения новых правил. Росздравнадзор поясняет. Вопреки тому, что пишут в СМИ и соцсетях, изменения в правилах вывода рецептурных лекарств из оборота при их продаже в аптеках не повлияют на их доступность для пациентов. При этом никаких новых или особенных форм рецептов для этого не потребуется. А в Минздраве подчеркивают, что изменения носят технический характер и коснутся в основном работы аптек о недоступности препаратов для граждан. По словам представителей ведомства, изменения в первую очередь нужны, чтобы снизить риск злоупотреблений при продаже сильнодействующих препаратов. Прокументировал нововведение у себя на странице во Вконтакте и врач-терапевт и популяризатор доказательной медицины Алексей Водоозов. Препараты, которые подлежат предметно-количественному учету, все поголовно рецептурные и тяжелые, и уж явно не пациентские. Доступ к ним как был возможен только по назначению врача, так и останется. И это правильно. К тому же самые популярные лекарства в принципе не относятся к рецептурным. Список самых продаваемых лекарств в 2022 году возглавляет нурофен – нестероидный противовоспалительный препарат с болеутоляющим и жаропонижающим действием. Его основное действующее вещество – ибупрофен. Он не относится к рецептурным препаратам и после 1 сентября будет продаваться так же, как и раньше. На втором месте в лидерах продаж – спрей от заложенности носа СНУП с действующим веществом ксилометазолином. Он также не относится к группе рецептурных препаратов. А на третьем месте по популярности – противовирусный препарат Орбидол. Его эффективность вообще не доказана, и он также будет доступен без рецепта и дальше. То есть большинство привычных лекарств для снятия боли, снижения температуры или облегчения симптомов простудных заболеваний не относятся к категории рецептурных в принципе, и новые правила их не коснутся. Таким образом, правила отпуска рецептурных препаратов действительно изменятся. Однако это коснется лишь отдельных групп лекарств – тех, которые подлежат предметно-количественному учету или отпускаются дистанционно, а также препаратов, стоимость которых полностью или частично компенсирует государство. Те лекарства, которые сейчас продаются без рецепта, можно будет свободно купить и после 1 сентября. Несмотря на панические рассылки тревожные посты в социальных сетях, нет никаких оснований для того, чтобы бежать в аптеки и делать запасы на месяцы вперед. Автором выражение «политическая проститутка» часто называют Владимира Ленина. Такую информацию можно найти и в прессе, и в блогах. Вот лишь пара примеров. Политик и журналист Максим Шевченко заявлял об этом в эфире «Коммерсант-ФМ». Ленин в своих статьях пишет «Политические проститутки», например, понимаете, там по отношению к социал-демократам, да, каким-то. Или то же самое Шарль Эйбдо рисует карикатуру на саркозин, например, где показывает его в ничтожном жалком виде, там еще подчеркиваю его большой нос. Главный редактор газеты «Завтра» Александр Параханов на ее страницах также упоминал авторство Ленина. «Впервые в истории России распри внутри политического движения выносятся в суд». Этого не было даже тогда, когда Ленин называл Троцкого «политической проституткой», а Лигачев бросил Ельцину сакраментальное «бористы неправ». В соцсетях также часто можно увидеть, как это выражение приписывается Владимиру Ильичу. Например, в сообществе ВКонтакте, созданном для поддержки коммуниста Павла Городинина, цитаты якобы из Ленина «подкрепляют критику в адрес оппонентов». Ну а мы решили разобраться, правда ли он употреблял выражение «политическая проститутка» для характеристики изменчивой политической позиции тех или иных деятелей. Оказалось, что, как ни странно, ни в произведениях, ни в опубликованных выступлениях Ленина словосочетание «политическая проститутка» не встречается. Зато он нередко называет своих оппонентов просто проститутками, без определения политические. Например, в статье 1905 года «Две тактики социал-демократии в демократической революции» встречается следующая цитата «Мы присутствуем при высокопоучительном и высококомичном зрелище. Проститутки буржуазного либерализма пытаются напялить на себя тогу революционности». Еще одна известная статья уже 1915 года «Крах второго интернационала». В ней тоже множество упоминаний проституции. Главная цель нападок Ленина немецкий социал-демократ Карл Каутский. По отношению к нему характеристика «проститутка» встречается несколько раз. В том числе, когда Ленин приводит мнение немецких товарищей Франца Меринга и Роза Лексенбург. А вот уже словосочетание «политическая проститутка» произносил Ленин не настоящий, а кинематографический. В 1937 году, к 20-летию революции, вышел фильм Михаила Рома «Ленин в октябре». Первая часть картины посвящена подготовке к вооруженному восстанию. В одном из эпизодов Ленину в исполнении Бориса Щукина приносит газеты, в одной из которых он видит статью, подписанную большевиком Львом Каменевым. Тогда Ленин обращается к рабочему Василию с пламенной тирадой. Товарищ Василий, вот полюбуйтесь, как эти цветоши, эти политические проститутки нас предали! Речь в эпизоде идет о реальной статье Каменева о текущем моменте, которая действительно была опубликована в журнале «Новая жизнь». После этого и Каменева, и Зиновьева, который также не поддержал идеи вооруженного восстания, чуть не исключили из ЦК партии. Впрочем, нет никаких документальных подтверждений того, что Ленин называл их политическими проститутками. Зато уже в сталинскую эпоху выпады в адрес Каменева с Зиновьевым были не просто желательными, а обязательными. Получив всю полноту власти, Сталин поспешил избавиться от партийной оппозиции. В 1934 году Каменева и Зиновьева арестовали, а в 1936 обвинили в заговоре и расстреляли. Еще раньше, чем в фильм «Ленин в октябре» появилось пропагандистское клише «Троцкий политическая проститутка». Первое его упоминание встречается в 1934 году в мартовском номере журнала «Под знаменем марксизма». В статье под названием «Социал-фашистское и фашистское регулирование капитализма» Лев Троцкий упоминается по ходе. Вместе с неугодным немецким коммунистом-оппозиционером Августом Тальгеймером. Недаром такие политические проститутки, как Троцкий Тальгеймер, протестовали против большевистской, якобы клевитмической характеристики современных социал-демократов, как «социал-фашистов». Само выражение «политическая проститутка» тоже придумал не Ленин. Он сам в крахе второго интернационала приводит немецкий аналог этого выражения – «Metchen für alle», то есть дословно «девушки для всех». Так называли друг друга оппонента в социал-демократическом движении. Ну а точный пример выражения «политические проститутки» можно обнаружить еще раньше у консервативного публициста и философа Константина Леонтьева. В статье 1888 года «Национальная политика как орудие всемирной революции» он именно так определяет внешнюю политику Италии. «Италия не может не стараться уверить всех, что она в самом деле тоже великая держава. Не может отказаться от той роли политической проститутки, которую она, цепляясь везде за сильнейших, привыкла играть со времен этого даже и с виду противного кавура – графа по званию, хама по политическим вкусам своим». Таким образом, нет никаких документальных свидетельств того, что Ленин когда-либо произносил словосочетание «Политическая проститутка». А самое раннее упоминание этого словосочетания, которое нам удалось найти, принадлежит перу русского философа Константина Леонтьева. Это был подкаст «Давайте проверим» совместный проект «Проверены медиа и радио савторов». Пока!